Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и притворить мечты в реальность. Из послания президента народу Казахстана от 2 сентября 2024 года. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вновь в эфире телеканал ЖТСУ, программа «Единый народ». И мы снова готовы рассказать вам о культуре и традициях многонационального народа нашей страны. Итак, сегодня в нашей программе вы увидите. Секрет семейного счастья. Конкурс на лучшую семью прошел в области ЖТСУ. Какие принципы старается передать детям старшее поколение? Медвины лиричные или быстрые и задорные? Какие танцевальные композиции исполняет ансамбль «Тугантель»? Взмах кисти. А зам в славянской росписи школьников обучают в городе Текили. Что надо знать об этом виде искусства? Как известно, все начинается с детства семьи. Именно родители учат нас любви к родине, уважению. Они же передают нам знания прошлых поколений, секреты национальной кухни, культуру и традиции народа. Поэтому особенно важно, чтобы в нашей стране было как можно больше благополучных семей. Традиционно Ассамблеи народа Казахстана в сентябре проводится конкурс на лучшую семью. В этом году в Талдукургане встретились самые достойные претенденты на это звание. Семейная чета Гылко – частый гость на праздниках проводимых Ассамблеи народа Казахстана. Максим и Светлана – музыканты. И всегда готовы порадовать зрителей своими выступлениями. 40 лет назад их свела судьба. И с тех пор они делят одну жизнь на двоих. Поддерживают друг друга не только дома, но и на профессиональном поприще. Супруги родили и воспитали троих детей. Мы познакомились, мы поступили в институт вместе, значит, его закончили, сыграли свадьбу, там и студенты, и родственники. И вот с тех пор мы вместе, действительно, 40 лет. А в чем секрет этого счастья, этого семейного союза? Ну, видимо, все-таки любовь, как не банально, все-таки любовь. И, конечно же, терпение, понимание. Мы заняты одним делом, это тоже немаловажно. Вот у нас семья творческая, и дети по нашим стопам пошли. Я поддерживаю полностью. Ну, любовь – основа. Потом перешло это в терпение, теперь в уважение, ну и в любви к жизни, общее дело, потому что творчество, оно всегда сближает, песни. Всего участие в областном соревновании приняли 8 семей из разных районов края ЖТСУ. Они являются представителями разных национальностей. При этом все чтят и сохраняют традиции не только своего этноса, но и казахского народа. Все это участники смогли продемонстрировать членам жюри в рамках конкурса, первым этапом которого стала специальная выставка достижений семьи. Мы хотели показать именно то, что наши традиции передаются от поколения в поколение. В юрте у нас свечи, это означает тепло семейного очага, тюльпаны, наша любовь, взаимопонимание, уважение. За счет всех этих качеств мы расцветаем как тюльпаны. Также у нас есть корпе, это означает, что мы чтим традиции казахского народа. Также мы поставили свой костюм национальный. Хотели показать, что также мы не забываем свои традиции. Конкурс на лучшую семью при учреждении Когамдык-Келесэм проводится ежегодно в рамках празднования Казахстанского дня семьи и проекта Ассамблеи народа Казахстана «Уртак-Шанарак». Цель данного мероприятия на примере участников этого конкурса показать, какой должна быть образцовая семья. Наша задача – пропаганда семейных ценностей, значимости брака, национальных традиций. Хочу отметить, что целевая аудитория, на которую рассчитано это мероприятие – это молодежь, чтобы они видели на живом примере крепкость семейных уз, на чем строятся взаимоотношения между супругами. Ведь это все закладывается в нас, в наших семьях. В ходе конкурса семьи показали видеопрезентации, продемонстрировали творческие способности, а именно исполнили песни и танцы. Кроме того, участники творческого соревнования поделились семейными секретами традиционной национальной кухни. Они не только угостили всех присутствующих невероятно вкусными лакомствами, но и приоткрыли за весу тайны, рассказав рецепты приготовления любимых блюд. Я являюсь многодетной матерью и очень часто готовлю для близких национальные блюда, такие как баурсаки и табанан. Любят мои домочадцы и слоеные лепешки, в их состав входят лук, и они очень вкусные. Одним из любимых блюд моего супруга, который по национальности русский, является соленые огурцы и картофель. Также своим детям я часто готовлю пирожки. В центре нашего Достерхадна одно из самых любимых яств нашего народа – сырне. В основном хозяйки готовят его по большим праздникам, когда встречают сватов во время свадебных тоев. У нас интернациональная семья, потому и блюда на нашем столе собраны самые разные. По мнению членов жюри, определить победителей конкурса было непросто. Ведь каждая семья поистине достойна называться образцовой. Потому и награды заслужили все участники. Главный же приз – денежную премию в размере 150 тысяч тенге – получила многодетная чета Кулиевых из Коксуйского района. Я и мой супруг являемся педагогами. Работаем в первой школе номер один имени Бегайши Кундакпаевой. Он является учителем физической культуры. Я являюсь учителем начальных классов. У нас четверо детей, одна дочка и четыре мальчика. Все они являются активистами района. Наш сын является лучшим игроком района по баскетболу. Дочка наша является активной участницей во всех мероприятиях, касающихся Коксуйского района. Мы хотели показать сплоченность семьи, дружбу. Ну и Казахстан как является дружбой народа. Тут каждый может показать свои традиции, обычаи. Это очень приятно и радует, что у нас такое изобилие. И дружба. Дружба народов. Конкурс «Уздык» под басы проводится ежегодно. Кроме того, в течение года Ассамблей народа Казахстана в области ЖИТСУ организуются и другие мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей и воспитание патриотизма среди молодого поколения. Существует десятки видов художественной славянской росписи. Самые известные из них – это городецкая, кжель и хохлама. Рисовать такие традиционные узоры подрастающие поколения в городе Кире обучают в новой художественной студии, в которой мы и побывали сегодня. В дымковской росписи всегда у нас присутствуют окружности. Мы сначала делаем маленький круг. Можем сделать, видно? Затем вокруг. Бублик получается. Когда у нас подсыхает красочка, мы дополняем штрихи. Вся дымковская роспись похожа у нас на вкусные бублики и пирожочки. Посмотрите, у нас есть такой элемент, как будто лепесток, но внутри ярким цветом делается волнистую линию. Из вот таких элементов будет состоять ваш узор. Если мы их выполним в определенной последовательности, посмотрите, мы можем создать узор. Примерно так проходят занятия для ребят в новой художественной студии. Преподаватель, а это педагог с практически 30-летним стажем Анна Кувычко, старается интересно и понятно объяснить ребятам азы славянской росписи. А существует ее большое количество видов. Кто же из нас не держал в руках нарядных матрешек, не видел яркие кухонные досточки или деревянные ложки, расписанные узорами в стиле хохлома? К слову, первые изделия в этом стиле продавались именно в деревне хохлома, откуда и пошло название росписи. Для нее характерны яркие тона и черный лаковый фон. Основные мотивы – это растительные орнаменты, ягоды, соцветия, листья и ветви деревьев. Исторические источники утверждают, что своим происхождением хохлома обязана иконописцам, которые после раскола русской церкви ушли в заволжские леса. Эти мастера владели редким ремеслом, а именно умели расписывать иконы так, что святым образом придавался золотой блеск. В результате, по тому же методу, они стали производить и деревянную посуду. Еще одна известная роспись – городецкая. В ее основе, в отличие от хохломы, лежат сюжеты, застолья, прогулки. Название, как и большинство росписей, произошло от населенного пункта, в данном случае от города Городец. Пахлов-майданская роспись отличается крупными насыщенно-красными бутонами цветов, а жестовская – изображением ярких букетов полевых и садовых цветов на черном фоне. Ну и, конечно же, необходимо вспомнить гжель, фирменным рисунком которой считается роза. При этом для самого стиля характерна бело-синяя гамма. Ну, сегодня уже в современном мире гжель идет не только голубого цвета, применяют и зеленую гжель, то есть красители применяют, а идут отображения образов там, городские образы, сельские образы, изображение человека в этой росписи, она более сложная в этом плане. Самое легкое, ну, для обучения с детьми – это дымковская и городецкая. Но при этом освоить на них методы приема кистевой росписи – это большого труда стоит. После обучения, когда уже городецкая роспись, уже у ребят освоена, можно приступать к изучению жестовской росписи. Жостовская роспись у нас в основном, она тоже имеет растительные элементы, поэтому здесь кистевое письмо уже требует навык постановки руки. Кисть мы должны правильно держать, ну и, соответственно, более сложное выполнение, там уже подмалевок идет и так далее. Сегодня в художественной студии города Текили обучается порядка 60 ребят разного возраста. Занятия посещают дети, начиная от трех лет. Есть специальная группа выходного дня и даже подготовительные курсы для тех, кто намерен поступить в ВУЗ и собирается сдавать творческий экзамен по живописи, дизайну, архитектуре. К каждому Анна находит индивидуальный подход, ведь есть в ее группах и ребята с особыми потребностями. Солнечные детки наряду с другими учатся основам росписи и живописи в целом. Почему мы изучаем росписи на уровне так же? Почему? Потому что мы живописью, когда детки пишут на натюрморты, мы здесь тоже применяем кистевое письмо, работая над деталями. То есть у нас все взаимосвязано. Основные росписи славянские они у нас. Это хохломская роспись, городецкая роспись, замечательная дымковская роспись, которой расписывались именно глиняные игрушки. То есть росписей много и промыслов много было. Поэтому сейчас это все собираем мы в единое, потому что они позволяют нам, во-первых, отрабатывать навык кистевого письма. Мы, конечно, обучались у старых мастеров, педагогов. Вот у нас была Наталья Владимировна Попова. Это педагог с большой буквы. У нее обучались. Ну, потом со временем, конечно, мы уже получали знания от мастеров с российских регионов. Вот я, например, лично ездила, была в Нижнем Новгороде, посещала мастер-классы именно по росписи нижнегородских игрушек. Сегодня свои знания она передает подрастающему поколению, как и делится она с ребятами, и своей любовью к творчеству, культуре и истории народа. А мы продолжаем рассказывать вам о танцевальных коллективах области ЖТСУ. И на этот раз мы встретились с ребятами из ансамбля «Тугантель». Как уже понятно из названия, превосходно исполняет коллектив танцевальной композиции татарского. Это, впрочем, в репертуаре ансамбля и танцы других народов. Такими яркими выступлениями жители областного центра коллектива ансамбля «Тугантель» радует уже более 35 лет. Он был создан в далеком 1988 году на базе Татарского национального объединения под руководством известного хореографа Бориса Шгалиева. И почти сразу после основания коллектив получил звание народного. Сегодня в репертуаре ансамбля танцы разных народов, а также современные хореографические композиции. Ансамбль у нас, конечно, в основном татарский танц. Мы танцуем, потому что ансамбль, ну, именно татарского танца. Но обязательно в репертуаре у нас танцы народов Казахстана, казахские танцы. Это у нас Исхашшу, Тойбаста, Раушамгуль. А вообще мы, конечно, стараемся обхватить больше национальности. У нас и казахский, и турецкий, и восточный хорезм, узбекский танец. Стараемся, чтобы интересы детей были задействованы. Мы где-то используем современную хореографию. Искусство танца – это древнейшее проявление творчества народа. В разных культурах изначально формировались свои танцевальные традиции – структура, содержание, типология, ритмика. В танце проявляется характер и даже, можно сказать, душа этноса. Считается, что истоки татарского танца носили обрядовый характер и были связаны с ритуалами шаманов. Так в движениях демонстрировалось отражение разных животных и птиц. К примеру, взмах рук создавал образ летящей птицы. Вот уже больше 20 лет ансамбль «Тугантель» возглавляет бессменный руководитель, заслуженный хореограф Татьяна Кучерова. Она не только обучает молодое поколение азан танцевального искусства, но и в целом старается привить ребятам любовь и уважение к культуре и традициям народа. Перед тем, как создавать какой-то номер, мы обязательно расскажем о той национальности, что какие-то быт, какую-то культуру. Вот у нас танец шишу. Это праздничный танец. Бросаются эти конфеты, приветствия. Ну, такой вот именно национальный танец шишу. Стараемся обхватить больше национальности. У нас и казахский, и турецкий, и хорезы, и узбекский танец. Ну, конечно, акцент у нас идет на татарский танец. Народный танец, он основа всей хореографии, потому что без национального вот этого колорита мы как бы и не нация. Сегодня в составе коллектива около 50 человек. Это девочки в возрасте от 7 до 18 лет. Многие из которых учатся в средней школе номер 16 города Талдукурган, где и базируется ансамбль. Впрочем, проходят занятия танцевальной группы и при Доме культуры села Путинай. Спасибо большое администрации нашей школы во главе с директором Татьяной Николаевной, что они позволяют нам заниматься здесь, предоставляют. Вот у нас танцевальный класс, вот в актовом зале мы где-то освобождают детей, то есть поощряют, то есть мы совместно как бы работаем. Хочу поблагодарить, конечно, администрацию нашего ДК Дом культуры Путинай во главе с директором Алмасом Турсунгальевичем за то, что они содержат вообще очень много у нас ансамблей хореографических, и в том числе наш ансамбль. Шьют костюмы у нас, организуют какие-то поездки, предоставляют возможность для занятий, для участия в конкурсах. То есть все вот делается ради детей. Сегодня все девочки посещают занятия в ансамбле с огромным удовольствием. Глядя, например, своего педагога, который искренне любит народный танец, юные танцовщицы также стараются вкладывать в свое дело всю душу и, конечно, мечтают однажды достигнуть высот своего кумира. Исполняя медленные и лирические казахские, ритмичные узбекские, а также веселые и задорные татарские танцы, юные танцовщицы стараются передавать не только свои чувства и эмоции, но и в целом идею отдельной танцевальной композиции. Я занимаюсь танцами 3-4 года, и мне очень нравятся наши национальные танцы. Больше всего мне нравится очень сильно, нравится именно узбекский. Нравится он мне из-за того, что там сильно ярко, костюмы яркие, движения классные. Можно проявить себя. Я хожу на танцы уже 5-6 лет. Мне нравятся разные народные танцы, нравится еще хип-хоп. Казахский танец я очень люблю, потому что он мягкий и очень народный. У нас очень сильно сближает танец. Мы участвовали в конкурсах Кузга-Авен, Балдау-Рен и в нескольких конкурсах мы участвовали и всегда заняли первое или Гран-при. Мне нравится танец татарский, потому что у татарского такое классное движение и музыка очень веселая. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мы когда танцуем, мы всегда улыбаемся, чтобы зрителям подарить радость и эмоции. Я занимаюсь танцами 3-4 года. Мне 12 лет. Мне нравятся танцы, потому что тут очень дружный коллектив и тут можно показать себя, участвовать в конкурсах. Отрадно отметить, что даже после окончания школы юные танцовщицы не оставляют свое увлечение, а продолжают заниматься хореографией профессионально. Ансамбль гордится своими выпускниками. В этот ансамбль мы пришли в маленьком возрасте, занимаемся уже около 6 лет. Мне очень нравится этот ансамбль. Он мне уже как родной, так как занимался с малых лет. Мы набрались опыта тут, стали уже сильными танцорами и смогли поступить на грант в колледж Канабек-Паситова. Я с детства занимаюсь танцами. Я очень люблю танцы. Я этим живу танцами. Все, что бы я ни делала, я занимаюсь танцами. Где бы ни была, я танцую. Я рада, что выбрала танцы. Из-за этого я поступила на грант в колледж. В будущем я вижу себя педагогом-хореографом. Активно сотрудничает коллектив с Татарским культурным центром и в целом с Ассамблеей народа Казахстана. Потому принимает участие во многих значимых мероприятиях области. Впрочем, Туган-Тель известен далеко за пределами нашего региона. В копилке достижений творческого коллектива победы на международных и республиканских конкурсах, таких как «Танцуй всей душой». Акку Гершен, Балдаурен выступал в ансамбле в Москве во время проведения Дней культуры Казахстана. Ежегодно коллектив принимает участие как минимум в четырех конкурсах. В ближайших планах – поездка в Дубай на международные соревнования. Ведь зарубежным зрителям есть что показать. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Наша следующая встреча, как всегда, состоится ровно через две недели. Увидимся в эфире телеканала ЖТСУ. Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин